Здравствуйте, граждане! Поговорим сегодня о тканевых лентах и о том, насколько они полезны в жизнедеятельности человека. Взгляните на этого бедолагу. Прошлое его было тяжелым, а будущее крайне туманно. Впрочем, как и у корпорации Теза в целом в нашей стране. Большинству из вас, не считая киношников и театралов, этот скотч неизвестен. Он нам и нахуй не лужен! Но в той же Германии эта штука пользуется большой популярностью. Причем не только в промышленности, но и в быту. Что далеко ходить? Один мой подписчик, Максим, большой привет, обратился ко мне со следующим вопросом. Чем защитить кузов автомобиля от резиновых лап багажника на крыше? Задача была проехать 2000 километров, а затем удалить скотч без труда и повреждения ЛКП. Я рекомендовал тканевый скотч, который со своей задачей справился. И это всего одно применение. А уж сколько придумали находчивые европейцы за десятки-то лет эксплуатации, страшно представить. В чем причина такой популярности? А все дело в универсальности конкретного скотча. Он решает по факту тысячи задач. Чтобы ответить конкретно, скотч нужно разобрать на составляющие. Кстати, пока не забыл. Если у вас есть вопросы по скотчу или вы не знаете, чем склеить материалы, задавайте эти вопросы мне. Телефоны, соцсети и мессенджеры указаны в описании. Говорить предметно буду о лентах Rollin T300S и OT330K. В чем между ними отличия, расскажу дальше. Начнем с основы, на которой все держится. Это ткань из вискозного волокна. Искусственный материал, получаемый из древесной целлюлозы. Выбор на вискозу пал из-за ряда физико-механических свойств. А именно, относительно высокая прочность. Не стекловолокно, конечно, но ведь и стекловолокно не обладает свойствами вискозы, а именно комфортностью. То есть, способность подстраиваться под рельеф. Особенно это актуально, когда необходимо проклеить неровные поверхности с плотным прилеганием. Низкая термопластичность. То есть, волокна вискозы не теряют свои свойства при кратковременном воздействии высоких температур. От 100 до 120 градусов по Цельсию. Но у нас, например, вискозная ткань покрыта специальным полимером, что позволяет эксплуатировать ленты Роллин, как и ленты Теза, при температурах от 180 до 200 градусов по Цельсию. Под воздействием воды и бензина вискозные волокна не набухают. Однако, есть и минусы. В нашем случае, главными являются низкая устойчивость к истиранию и снижение прочности волокна в мокром состоянии. Кошмар. Кошмар. Для устранения этих минусов, производитель наносит специальное износостойкое акриловое покрытие на одну или же на две стороны ленты, как это, например, в ленте Роллин ОТ-330К. Слой акрилового полимера защищает основу от абразивного воздействия, а также растворителей типа бензин. А вот ацетон, как и некоторые другие виды растворителей, акриловое покрытие переносит гораздо хуже. После нахождения 10 минут в среде, покрытие размягчается. Становится легче повредить его абразивом. Если вам интересно, как на акриловые ленты воздействуют ацетон, ксилол, скипидар и прочие растворители, у меня на канале есть пара занимательных видео. Проходите и ознакомливайтесь. Ярчайшим примером работы полимерного покрытия, в частности, и тканевой ленты в целом является защита при дробеструйной и пескоструйной обработке. Пара-тройка слоев защитят поверхность от случайного попадания песка. Тот же ОТ-330К, нанесенный в два слоя, выдержал 2 секунды прямого воздействия. К сожалению, точных данных по давлению в системе во время испытаний я не помню. Поэтому, если вы вдруг решили использовать тканевую ленту для защиты поверхности при пескоструйной и дробеструйной обработке, предварительно свяжитесь со мной. Я предоставлю бесплатные образцы для испытаний. Акриловый полимер, как это положено всякому пластику, не пропускает влагу. То есть, ленту, хоть и не везде, но все же можно использовать в качестве временной герметизации. Как это сделал однажды один немецкий гражданин на своей резиновой лодке. По факту, это временное решение, которое поможет, если вы находитесь далеко от сервиса или от цивилизации в целом. Например, можно заклеить прохудившуюся палатку. Только обязательно убедитесь, что поверхности сухие. Клей, по объективным причинам, очень плохо держится на влажных поверхностях. Почему так происходит, объясню позже. А вот, как тканевый скотч может спасти жизнь человека. Представим, что вы работаете на стекольном предприятии. И что на пути вашего следования попадается вот такой кусок витражного стекла, который вы не заметили. Он опасно торчит за пределами тары. А дальше смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok Вместо этой курицы могла оказаться ваша нога, рука или иная конечность. А теперь возьмем тот же кусок стекла, но предварительно проклеим края тканевым скотчем по периметру в один слой. И на углах с небольшим наложением слоев. Запускаем курицу. С виду вообще ничего, никаких повреждений. Но давайте посмотрим на ситуацию с другого ракурса. Удар пришелся на 2-3 миллиметра выше глубокой раны. Это не показатель. Повторим эксперимент еще несколько раз для надежности. Но, увы, уже с другим стеклом. Это отправилось в Вальгалу. Субтитры сделал DimaTorzok И что мы видим? Второе стекло тоже ломается, оставляя на коже малоприятные задиры. Но, согласитесь, лучше получить весьма болезненный задир на коже, чем глубоко проникающее ранение. Теперь поговорим про клей, нанесенный на обратную сторону ленты. Применен специально модернизированный клей из натурального каучука, способный удаляться без следов спустя непродолжительное время. Основные силы по модернизации легли на увеличение кратковременной и постоянной термостойкости. 200 градусов кратковременно и до 180 градусов по Цельсию постоянно. Однако же учтите, что при таких температурах удалить ленту без следов маловероятно. И если вы думаете, что это ленты роллен такие, рекомендую ознакомиться с техническим листом на Тезу 4657, где четко прописано, что ленту возможно удалить с поверхности без следов только в том случае, когда температура действует не более 30 минут. Вот это первое, а второе поверхность только алюминий. Ну а то, что вы видите сейчас на экране, говорит нам не о том, что Теза хуже Роллена, а только о том, что конкретный рулон... Слишком стар для всего этого дерьма. В целом, тканевые ленты никогда производителями не позиционировались в качестве малярных высокотемпературных лент, удаляемых без следов. Для этих задач существуют совершенно другие материалы, но об этом как-нибудь потом. Ранее я обещал объяснить, почему конкретно вот эти ленты не очень любят клеиться на влажной поверхности. Так вот, есть так называемый скотч-дактейп. Ну, не конкретно этот, 365 дней, про него вообще сказать ничего не могу. Но настоящий дактейп. Его часто применяют для временной герметизации протекающих труб. Клей там тоже каучуковый, но ненатуральный. Липнет очень хорошо, но удалить без следа весьма затруднительно. Плюс термостойкость посредственная. Но ведь задача у него состоит в герметизации. С тканевым скотчем все в точности наоборот. Обмотка текущей трубы не основная задача. Говоря проще, под каждую задачу нужна своя лента. А вот для чего можно и нужно использовать тканевый скотч, так это для обвязки, пучкования и обмотки всяких там проводов. Плюсы тут, как говорится, налицо. Абразивостойкая лента неплохо работает еще и в качестве антискрипа. В том случае, если вы хотите сделать обмотку проводов в дверях своей ласточки. По душе вам придется лента Rollin OT 330K. Так как, сюрприз-сюрприз, она самозатухающая. Проведем эксперимент. Мда, как-то не впечатляет. Попробуем в стиле безумного Макса. Вот теперь хорошо и наглядно. В формате готовой обмотки. Макса. Продолжение следует... Продолжение следует... Вывод. В особо ответственных местах рекомендуется использовать ленту Rollin OT 330K для большей надежности. Например, в авиастроении, производстве лифтовых кабин, автомобилей и поездов. Я рассказал лишь малую часть по применению тканевых лент. Если у вас есть интересный опыт по применению такого скотча, или же у вас есть технические вопросы, не стесняйтесь, пишите комментарии. А на этом наши полномочия все.